Добрый вечер. Сегодняшняя лекция из цикла, рассказывающего о творчестве, о деятельности Николая Святослава Рейха в контексте мировой культуры, посвящена деятельности Рейхов в Соединенных Штатах Америки и Индии. Конечно, это огромные темы, которые я лишь по касателям смогу затронуть, поэтому сразу оговорить, что лекция моя посвящена не всему творчеству этого периода, Николая, Святослава Рейха, тем более Святослав, он формировался как раз в этот период, в американский период, потом расцвел в Индии. Но я обозначу скорее основные тенденции в их творчестве, в их деятельности, те тенденции, которые соединяют их творчество, их художественные пути с художественными традициями и с деятельностью Американских художников, русских художников, которые работали в Америке, те тенденции также, которые отражают особенности творчества Рейхов и синтез главного их творчества. Потому что и Николай, и Святослав по сути своего творчества были, ну вот слово такое современное, синтезаторное, но они использовали и традиции родного искусства, особенно хорошо это можно увидеть у Николая Рейха, конечно же, и даже в Американском периоде, и традиции, которые им дарила новая земля, новая страна. Николай и Святослав вместе с семьей приезжают в Америку на северные штаты Америки осенью его 1920 года по приглашению директора Чикагоского института искусств Роберта Харша провести выставочный турнет по городам Америки. Я не случайно показываю эту работу раннюю догону, потому что она была на выставке, и с ней знакомится одна из самых ярких последователей цирриха, Зинаида Фоздик. Она пишет, что я стояла перед сокровищем ангелом, против языческой экстаза, тремя огромными полотнами сверхчеловеческой красоты и покоя, которые только великий мастер, сранили она до мечи, мог задумать и воплотить в красках. Мое восприятие, там парк лыгнул, затихло, я стояла лицом к лицу с бесконечностью, с первым человеком, стоящим, строящим себе жилища, поклоняющимся божественным образом и приобщающимся к Богу. Великий простор космического масштаба, горы, водные потоки, массивные скалы, земные небесные вестники, смиренные святые и герои, населяли мир мирных лихо, которые он, в свою очередь, отдавал людям с той щедростью, которая отличает листья на великих искусстве. У меня перехватило дыхание, звезды подступили к глазам, мысли и чувства переполняли сердце. Мой до того момента замкнутый мир уступал вместо другому – мир неземной красоты и мудрости. Эта выставка проходила в Нью-Йорке, это была первая выставка Рериха в Америке, в Нью-Йорке, в Кингер-галерее, расположенной на Пятой Вене. Ее торжественное открытие состоялось 18 декабря 1920 года и прошло при большом стечении посетителей. Вообще все выставки Рериха в Америке находили живой отклик и в прессе, и среди русских эмигрантов, которых на тот момент в Америке было довольно много. И на одной из выставок с ним познакомились его будущие последователи, сотрудники Лихтмана, читали Лихтманов, которые занимались музыкальным образованием и у них вот такой творческий союз. По-моему, я еще расскажу чуть позже. Сейчас я представлю работы Николая Константиновича Рериха, созданной уже на американской земле. Это и живописная работа, например, «Корона Мунди, венец мира» 1921 года. Она выполнялась как эскиз фрески. Другие работы созданы как эскизы костюмов. Об этом я расскажу чуть позже. Но в этих работах мы видим очень ясную перекличку с теми работами, которые были созданы в России с учетом традиций русского искусства, с учетом иконописных традиций. Вот астролог скорее относится к эскизам кинотеатра, к Снегурочке, возможно, Бояре, эскизы для постановки Снегурочки, Чикаго, Opera Company. И на этих работах мы видим, что, несмотря на то, что традиция русского искусства, традиция даже какой-то грубоватой деревянной резьбы неизвестных мастеров, конечно же, иконописная традиция, традиция фрески русских храмов, очень хорошо сохраняется в творчестве рериха, но еще и появляется такая более уверенная декоративность, большая уплощенность, большая яркость, большая динамичность цвета именно. И при этом, и все при том, что любовь к русскому искусству сохраняется, конечно же, еще все сильнее и сильнее появляется любовь к искусству восточному. Традиции Востока, пластика Востока, вот в этих женских фигурах, которые тоже нам представляют, да, возможно, Снегурочку или Весну, или Купаву. Вот такой черно-белый у меня, к сожалению, фотография. Все равно, скорее, перекличка идет уже с пластикой индийских фигур, с пластикой фресок Аджаманта, например. Исследователи творчества рериха отмечают, как одну из созданностей его творчества, такое в особенном предвидении. Конечно, это не было предвидение в полном смысле слова, потому что существовали альбомы, существовала литература. Он, конечно же, был знаком с музеями, он был знаком с художественными произведениями в этих музеях, с произведениями, репродуцированными в альбомах. Но все равно он сначала предчувствовал какие-то особенности искусства страны, а потом ее посещал. Точно то же самое, где с Алтайом сначала в 1925 году создал картину «Айрод-вестник Белого Бурхана», а потом в 1926 году, через год, посещает Алтай. Точно так же и с индийскими традициями. То есть перекличка уже появляется. И, конечно, Россия, ее красота, красота ее грубоватых храмов, потому что Эриха почему-то, даже не почему-то, понятно почему, потому что его привлекала именно исконно народная традиция в русском искусстве, и его привлекала такая более грубоватая красота, древняя красота, хаическая Новгорода и Пскова, новгородская и псковской архитектуры, новгородской и псковской иконописи, более строгая, более жесткая, более выразительная, более эмоциональная. Это же мы видим и в эскизе для постановка «Псковитянка», которая не была осуществлена в эскизе 1921 года. А вот в этой работе, тоже 1921 года, «Атлант», видим мы еще и перекличку с новыми формами, которые появляются в искусстве, и в русском в том числе, с формами авангардизма. Вот здесь не очень это выражено, потому что все равно пластика лица естественная, все равно она не разбита, не разломана, как могли бы сделать, допустим, русские художники авангардисты, даже Гончарова, к примеру. Но все равно подчеркивается этот перелом, хорошо это видно на переломе щеки, она более жесткая, более резкая. То есть авангардные традиции все равно не появляются. И несмотря на то, что Рерих в Америке возвращался к каким-то своим корням, к исконному, все равно он и чувствовал новые традиции, которые очень стильные были в русском искусстве, но уже не в России, в Советском Союзе. С выставками Рерих, совершая турне, посещает очень живописные места, которые очень созвучны его творчеством. Вот они меня не в хронологическом порядке представлены, потому что хочу я сначала показать более близкие его предыдущим работам, произведениям. Он посещает остров Манхиган, как скорее говорит наш директор, говорят местные жители Манхиган в Мэннии, на северо-востоке Америки, на границ практически с Канадой. И в этих этюдах мы видим перекличку с этюдами корейскими. В нижнем этюде практически тот же колорит, те же цвета, те же формы разбитых, ломаных скал. Он подчеркивает эту изломанность земной поверхности. И все равно его привлекают горы. Все равно он видит эти горы, все равно он видит эти стремящиеся вершины вверх. Вверхний этюд, тоже Манхиган Лэн, он более контрастный, более горячий. И более отвечает уже на следующему периоду, вот этого американского творчества, и Николая, и Святослава. Вот это вот практически, да, карельский образ. Карельский и финский тюркопережье, океан, 22-23 год. Графические работы замечательные. Здесь, возможно, не видно на экране, но Рерих, как и многие художники, которые не успевали написать этюд, успевали только сделать зарисовку, подписывал еще оттенки. То есть на этой зарисовке он подписывает оттенки, которые потом может использовать уже в мастерской и в своей работе. Посещает он и другой совершенно регион, уже юг Соединенных Штатов. Там он знакомится с археологом-антропологом Эдгаром Ли Фьюиттом, с директором и основоположником музея Нью-Мексико. И вот там, на юге, в Санта-Фе, Рерих и, возможно, готовится к последующей очень сложной, очень тяжелой центрально-азиатской экспедиции. Но и находит близкие ему образы, это опять горы, это опять высушенные долины. И находит и близкие ему образы культуры, потому что его интересовала исконная культура, исконное искусство народов, населяющих нашу землю. Тех народов, с которыми он мог познакомиться, ну, в последующем, например, это жители Тибета, жители Монголии, жители Индии. А здесь он знакомится с индейцами. Он пишет в сердце Азии, упоминая о монголах, необходимо указать на знаки бывшего физического единения Америки с Азией. В 1921 году, когда я знакомилась с индейскими Пуэбло, Нур-Мексики и Аризоны, у меня неоднократно вырывались воскресенье. Но ведь это настоящие монголы, по строению лиц, по некоторым подробностям одеяния, наконец, по посадке на коня и по характеру некоторых песен, все относило мое воображение с берега океана. Теперь же, когда мы изучали монголов внешней и внутренней Монголии, я невольно вспоминала об индейцах Пуэбло. Что-то несказуемое, основное, помимо всяких внешних теорий, связывает эти народы. Со мной были многие фотографии индейцев Новой Мексики и Аризоны, я показывала их в дальних моих монгольских становищах. Монголы воскресали, это ведь монголы, так признают друг друга разъединенные братья. То есть Рериха всю жизнь, задумываясь о сохранении культуры, о сохранении культурных памятников, думала не только о сохранении памятников вещественных, материальных, но и о сохранении культурных традиций, которые живы именно между людьми, которые живы именно в каком-то этносе, и о сохранении даже каких-то особенностей разных народов, я, в первую очередь, конечно, об их единении. Вот здесь лучше можно увидеть, как Николай Константинович подписывает тоже татенки, на таком образовании, очень простом наброске, который, возможно, расцветет светло-синий-деленым на первом плане. Красный, но там вдалеке, там где горы, светло-зеленый-желтый, там где-то между горами, долинами и так далее. Санта-Фе. Санта-Фе вообще, это место тоже посвящено Святому Франциску, здесь была церковь Святого Франциска, но сократили, то есть неплохое название Санта-Франциска, Санта-Франциска. Здесь тоже можно увидеть эти резкие скалы, складки земной коры, Гранд-Каньон, Большой Каньон. И здесь загораются уже другие цвета. Загораются красные, оранжевые, которые привлекут его в Гималаях, потому что там будут цветущие лиловые, оранжевые, красные, желтые. Совершенно другой колорит, с которым он не познакомился бы, если бы остался на родном северозапыте в России, в Карелии. Вот такой лазурный, насыщенный небольшой каньон, Аризона, 21-й год тоже. И впоследствии уже. Вообще, нужно сказать, что Рейх все свои композиции, уже не ютюб, а именно композиции, он обобщает. Он не пишет их в каком-то конкретном месте. Все равно это, скорее, место фантастическое, место видения. Конечно, вот это видение 1923 года продиктовано и теми цветами, и теми формами, с которыми он знакомится в Аризоне, в Санта-Фе. Хотя это уже не Амельике посвящено, а посвящено это Востоку, так же, как и многие другие работы. Николай Константинович создает в 1922 году серию работы санкта, святые, в котором возвращается к родным корням. Вот это сохранение своего лица на самом деле для русских художников, которые работали в Америке, очень важно. Потому что в Америку уезжали многие мастера. Там созданы великолепные работы Фершина, Канюнкова. Но и Фершин, и Канюнков, они очень менялись на американской почве. Скорее всего, художник любой. Художник любой работает все-таки со зрителем, работает с выставками, работает под зрителей, под заказчиком, потому что, конечно, это необходимо. И Фершин, и Канюнков, они становились очень салонными там, в Америке. Вот у них очень ярко это выражено. Особенно у Канюнков. Великолепный мастер, да, у которого очень такие жесткие, сильные, мощные, как будто первоздатные работают, они там стали очень такими салонными, даже слащевыми несколько, а вот рельф не занимался. Он возвращается, наоборот, к родным кормям и создает семью работы, посвященную даже не каким-то конкретным святымкам, хотя он обращается к Сергею Раднишскому, безусловно, к образам Сергея Раднишского, как, например, на первой работе не боимся, хотя на тот-то момент Сергий был отшельник, когда встречи его с медведем, когда к нему дикие звери приходили. Но все же это скорее тоже обобщенный образ родной земли, русских святых, православных святых и русской архитектурой, русских памятников, но созданный, безусловно, уже с учетом того колорита, той пластики, тех настроений, с которыми мы познакомимся в Америке. И труждаемся. Вот и книга глубинная. Образ русского народного духовного стиха, русского народного православия, глубинная книга, глубинная книга, которая обращается к глубинной философии русского народа, создается тоже на американской куче. И, конечно, это стремление к единению, это стремление к воспитанию, потому что Рерих во время своих выставок, во время своего выставочного турне, читал лекции, проводил встречи со зрителями, конечно, приводит к тому, что Рерих стремится повторить опыт российский. В России он был директором рисования школы операторского общества, учреждения и художеств с 1906 года, вплоть до отъезда из России. И в Америке он тоже стремится создать организации, которые просвещали бы людей. И там, немножко забегу я вперед, потом вернусь к этой фотографии, и там создается множество организаций, там разворачивается очень активное строительство. Все-таки путь к Индии, путь к философскому уже отношению к жизни, который он обрел в Индии, в более таком отстраненном искусстве, он, конечно, основывался в Америке. И там создаются и музей, и Мастер-институт искусств, и Центр искусств, и Рериховское общество, его последователями, его ближайшими сотрудниками, вот они здесь представлены на фотографиях, были читания Лихтманов, о которых я уже говорила. Зинаида Лихтман, которая впоследствии поменяла фамилию на Фоздик, Зинаида Фоздик будет она, сидит рядом с Николаем Константиновичем Селива, ее супруг стоит за ним, много он в бок смотрит, рядом с ней сидит Эстер Лихтман, сестра Молиса Лихтмана, за ней стоит ее мама, сотри шапран, Зинаида Лихтман была тоже шапран, в девичестве, она происходила с Одессы, крайне сидит Фрэнсис Грант, крайне справа стоит Георгий Гривенщиков, который, так же как и Рерих, очень активно участвовал в культурном строительстве, он основал, он вообще писатель, он основал деревню, он такой вот культурный, как бы сказать, культурный центр в штате Коннектикут, назвал его Чураевка, потому что он сам происходил из Сибири, и он написал роман Чураевы, и вот Чураевка был для него символ России, в этой деревне, в этом культурном центре жили русские интеллигенты, русская, российская интеллигенция, которая также эмигрировала в Соединенные Штаты, для этой деревеньки Рерих спроектировал храм, посвященный Святому Сергию, Гривенщиков, так же активно участвовал в издательской деятельности, в работе издательства ЛАТАС, вот, ну и люди, которых я не назвала, крайне слева стоит Хорш, и сидит рядом с Рерихом, справа этих Хорш. Вот, очень ярые последователи Рериха, очень их не любят, и даже не позволяют их печалить, поэтому, но все равно их показать не могу не показать, потому что наследство предпринимателя Хорша был построен музей, и фотографию которого, как фотография которого представлена слева, мастер-билдинг. В этом музее находились как раз-таки большинство из рериховских организаций. В этом здании, точнее, находился и музей, и институт искусств, который был создан Рерихом вместе с четырехи Исманов. Он верил в то, что, как писали в газетах Николай Константинович Рерих, то, что объединенное искусство дарил больше результатов, так, по крайней мере, было в России, потому что Рерих в рисовальной школе создал тоже также хор любительский, которому руководил его близкий друг Степан Степанович Митусов, боевый брат его жены Никелина Рерих. Там в общественной академии для развития искусства училась до двух тысяч студентов в различных слоях населения. Школа общего искусства идеальная школа. Вне способности учащихся могут быстрее и правильнее выявиться, без просьб. Без проф по этих способностям нельзя направить учащегося на истинный путь и правильно развить его духовные драмы. Искусство должно противировать и прививаться человеку с самых ранних лет, в день образования детей, все еще игнорироваться развитием и творческих сил. В новом институте объединения объединены драма, музыка и живопись. Школа Рериха обещает дать широкое применение новых идей в области искусства. Ветражи в этом здании были выполнены по проектам Николая Рериха. Это фотография 30-х годов. Вот реклама мастер-школы объединенных искусств. Вот, собственно, ученики Института объединенных искусств при музее Николая Рериха. Как уже из этой статьи, которую я процитировала, можно понять, что там были хореографические классы, музыкальные, классы драматического искусства, которые позволяют гармонично развить личность ребенка потом в дом человека. Ну и, собственно, у Николая Константиновича Рериха рядом было два младых человека, которые очень гармонично и очень активно развивались. Первые уроки изобразительного искусства Святослав Николаевич Рериха мне показывали его работы, получил от отца, получил он еще в Финляндии, а в Америке он работает вместе с отцом, он помогает Николаю Рериху в работе над театральными декорациями, и, конечно, темы, которые волновали Николая Рериха, не могли пройти им и его сына. Вот мы видим образ глава францисканского монаха, но это даже не только фантазия, а скорее какое-то изучение и живописи возрождения, это исключительно возрожденческий образ, потому что для итальянского возрождения, так же, как и русской культуры, Сергий Оверский был светочем, который начал новую эпоху национального времена-искусства, национальной культуры, так и для итальянского возрождения святой франциск был тем светочем, который начал именно эпоху национальной культуры, обращение к красоте простого мира, живого мира. Не только мира духовного, но и мира живого, мира земли, мира цветов, мира птиц и солнца. Рейха изучает образы новых культур, новых эгосов, рисует им голову индийской женщины. Его художественное образование было очень многогранным, потому что он учился в скульптуре и архитектуре. Он начал знакомиться с профессиональным искусством с 19-го года в Лондоне, в Краевской академии искусств, где изучает архитектуру. Живописью занимается скорее вместе с отцом, работая на театральными постановками. А вот США продолжает архитектурное образование сначала в школе Колумбийского университета на архитектурном отделении, где после окончания, получая степень бакалавра, а затем в Гарбардском университете, одновременно посещая скульптурное отделение университета Массачусетса. В это же время он занимается живописью, книжной иллюстрацией, графикой. И вот это близкое знакомство с архитектурой, то есть в первую очередь с конструкцией, со скульптурой, то есть в первую очередь с формулой для его живописи, потому что в своем сути творчестве не занимался он ни архитектурой, ни скульптурой. Занимался он живописью, конечно. Увлекался, правда, естественными науками, не увлекался медициной, орнитологией, но все-таки занимался всю жизнь живописью. И знаем, что он в первую очередь как живописца, как великолепный портретист. Так вот, знакомство с конструкцией, с формой для него очень важно. Он был великолепным портретистом, великолепным рисовальщиком. Мы это видим уже в его ранних работах. А вот театральные работы, эскизы костюмов, бог войны, индийский костюм, тибетский костюм справа, и птица, фантазийный образ, которые, конечно же, созданы под влиянием уже новых ритмов, новой моды, новых ритмов джаза. Когда старшие рейхи, то есть Николай, его супруга Елена Ивановна, и их старший сын Юрий отправляются в экспедицию, которая начинается в Индии, которая прошла через Гималайю, прошла в Монголию, в Россию, в Советский Союз, вернулась через Монголию опять в Индию. Святослав остается там, в Америке. Потому что, мы уже видели, да, какой обширный список рейховских организаций. Там был художественный центр Карл Монди, который занимался выставками, выставками не только Николая Святослава, выставками других художников. А в школе сотрудничали и замечательные мастера Рокуил Гэнд, великолепный американский живописец, который поэтизировал миды, да, образы такие вот в суровом, суровой Америке. Фудожники Рокуил Кэт работали в школе. Рисовали Клод Брэгда, Джордж Веллоус, Норман Бель Гэддис, Гоберт Джайлс, музыканты Димса Тейлор, Феликс Сауманд, Эрнст Блох, великмейстер Михаил Морген, Михаил Флоркин, с которым рейх вернулся опять к весне священной. Потому что последующие постановки этого билета по рейтингу священной уже под руководством Фолкина осуществлялись. Так вот, всеми этими организациями необходимо будут заниматься. И святосваз останется в Америке. В 1923 году, вот я показываю вам эскизу из этого времени, в 19 лет, ранен 19 лет, еще он возглавил Международный художественный центр короны в Индии, а впоследствии стал вице-президентом музея Николая Рейхова в Нью-Йорке. В том же году он впервые посетил Индию. В 1924 году он вернулся из Индии в США заниматься очень активной деятельностью этих организаций. А сейчас мы тоже вместе с Рейхом отправимся в Индию. Я показываю перескакиваю через многие годы, показываю портрет Николая Константиновича Рейхова, выполненный Святославом в 1937 году. И здесь мы видим, что Святослав действительно великолепный рисовальщик, очень мастерский. Но Америка, вот та, о которой я говорила, та, которая все-таки очень изменяла художников, на него повлияла. все равно некоторая салонность в нем есть, в Святославе. То есть Николай такую большую жесткость, большую отстраненность, больше обобщенность сохранения. Святослав все-таки формировался в американской культуре, некоторая салонность все-таки и большое заигрывание с заказчиком у него есть. Хотя, возможно, Святослав и видел насколько прекрасны у всех своих моделей. Все-таки он несколько мир, который он видит, он еще и приукрашивает. Если Рерих его обобщает и только поэтизирует, но вот этого украшательства у него нет, то Святослав и это все-таки появляется. Портрет отца с скульптурой Гуга Чухана индийского лениндарного князя, скульптура которого была рядом с их поместьем в долине Кулу. Вот он, Николай Рерих, с этим Гугой, тут у Гуги очень явно видно, что он скорее женщина, чем мужчина по фигуре, но тем не менее это древняя скульптура индийской земли. И возвращаясь опять к работам Рериха, работам исключительно на индийскую тему, потому что, конечно же, в этот очень плодотворный для Рериха Беримут, он создал и живописные работы, посвященные пейзажам горным, и работам философским, работам, в которых он так или иначе проявлял образы живой этики. Я показываю только образы непосредственно Индии, Ашрам, в котором он обращается к Шри-Ланке, к Цейлону, и язык птиц, которые созданы вот это то, о чем я говорила, и то, о чем говорят исследователи Рериха. Это работа создана в Лондоне. Рерих в Индии еще не был. Он в жизни еще не видел ни эти цвета, ни этот колорит, ни эту пластику, ни эти прески. Он знаком с Индией еще только по литературе. Он уже создает очень индийский образ, очень поэтичный. Пейзажи, посвященные образам Индии, Муфтисам, граница с Ладакхом, 1936 год, Баммунки, 1924 год, вечер, Канчинжанга. Вершины Канчинжанги были видны из долины Ул, Вяса-Кунт, 1932 год, Брамапутра, одна из величественных река Индии, который пишет та самая, которая берет исток из священного Манна-Сарро-Бара, озеро Великих Надок, где родилась мудрая Регведа, где близок священный Кайлас, куда ходят пилигримы, предчувствуя, на каком великом пути лежат эти места. Уже попадаются леницы пилигримов, скопленные, мрачные, и склопочные. Среди скал и песков, лиловых и пурпурных тонн залегла Брахмакутра. В мае она еще не полна, но разливы берегов показывают, насколько увеличивается река Зеюн, когда к даме с него прибавится еще и дождей. Брахмакутре еще больше уважения, чем Голубой реке, Голубая Янзы длиннейшие дни, но Брахмакутра сын Брахмы овеяна богатым взором предания. Она связует священный руслоганга с Гималайами, а Мана Саравар близок к Сатлетшу, к началу Великого Ида. Там же зародилась Эрия Арта. И опять Лирик обращается к образам родной земли, к образом богатырей. В 40-е годы богатыри проснулись. Уже началась Вторая мировая война. Я показываю только одну работу, хотя Рерихом создано множество работ, можно назвать богатырскую серию, посвященную образам богатырей, которые поднимаются на защиту родной земли. Он был далеко от своей страны. Его сыновья хотели поступить в ряды добровольцев их не взяли. Но Рерих считала, что необходимо поднимать дух боевой, военный дух образами богатырскими. Собственно, так же считали и те, кто создавал нас, и фильмы, и песни, потому что им была великая отечественная война богата богатырскими образами. Тут же Александр Невский, например, все эти шедевры. Или Александр Невский корен живописный. Вот и у рейха ставят богатыри, просыпаются богатыри, вот они из каменного плена выходят на защиту своей страны. Но опять образы уже новые, это уже горы, это уже новые горы, это уже величественные Гималайи, и богатыриицы тоже приобретают, особенно спящие в камне приобретают форму уже индийской скульптуры. Святослав, возвращаясь я к нему, создавал великолепные пейзажи и огромные пластики, его творчество посвящено Индии, и подпал тоже под влиянием ангарного искусства в 60-е годы, об этом я не буду пока говорить, что я надеюсь, что у нас в будущем будут лекции более подробно посвященные творчеству Рериха, и творчеству Святослава. Сейчас я все-таки говорю именно о Рерихе Николае и Святославе в контексте мировой культуры, в том, как они взаимодействовали с мировой культурой. Вот Святослав пишет Гаорий Хариджанху в 1934 году, портрет старика Булы с Кулум в 1934 году, портрет Кулум то есть жительница Далина Кулум в 1937 году, мужчина из Далина Кулум также в 1937 году. И, конечно же, Рерихи, оказавшись на Индийской земле, по сути, обрели свою вторую родину, потому что и не другое они были близки с этим миром, с миром, который ценил каждый цветок, каждый пылинку, и особенно относился к природе и к культуре, к памятнику культуры. Но и психологически Рерихи социально тоже обрели свое место в этой индийской семье. В 1942 году Рерихи в долине Кулу посещают Джабархайлан Нейро, один из лидеров индийского национально-освободительного движения политических государственных деятелей в Индии с 1947 года, то есть еще пока не стал, будет он еще премьер-министр и министр иностранных дел Индии. Слева стоит край, далее Святослав, в середине стоит Индира Ганди, дочь Джабархайлан Нейро, индийский политический дедик, премьер-министр Индию, Рерих написал портреты и Джабархайлан Нейро, Индира Ганди, он сейчас еще познакомлю вас. Рядом с Индирой стоят Николая Рериха, за ними под зонтиком Елена Ивановна, а крайне справа Мухаммед Юнус, советник Индиры Ганди, посол Индии, Турция, Индонезия, Иракия, Испания. Вот они портреты эти. Эти портреты были написаны по специальному заказу, принято индийское правительство. В 45-м году Рерих связал свою жизнь с идеей насколько ему близко, его женой стала знаменитая певица, танцовщица, которая известна по индийским фильмам, особенно 30-х годов, Дейвика, ранее сценический псевдоним Рерих. Она получает эту фамилию, а состояла она в родстве замечательным детям индийской литературы, философии, даже живописи Эрбендронатом Тагору. Она приходилась правнучкой его сестры родной, то есть ему двоем будет получать справочкой. Наша любимая родственная связь, потому что Елена Ивановна приходила с двоемной справочкой Калинищева Кузузова. Здесь мы видим выставку Святослава Рериха, Анна на выставке знакомая нам при очень хорошо лицо Крущева. Познакомившись, это выставка 60-го года, Рерихи попадают в Россию раньше, на трибунках, в 57-м году, и благодаря Рерихам также в том числе и устанавливаются более крепкие связи России и Индии. Рерихи стали сыновья Юрия Святослава, матери уже на тот момент не было отца, отец ушел в 47-м году. Возвращается в Советский Союз Юрий навсегда, Святослав вместе с выставками, он неоднократно приезжал в нашу страну, передавал работу, строил выставки своего отца и свои и в Москве, и Ленинграде, проводил очень активные встречи с деятелями Рериховского движения и с лекциями об искусстве, принял очень активное участие и в создании учебных заведений в Индии, в Бангалуре. Вот, наверное, на левой фотографии мы видим Святослава Рериху и Адити Васиштко, директора школы имени Амурабинда Хоша, которая была создана в том числе и Святославом Рерихом. А на правой фотографии видим классные комнаты художественного центра Карнатати Четранкала Парешак. Этот художественный центр Рерих передал несколько своих работ, работы отца. Это галереи, которые на нескольких этажах расположены. Вот здесь я классный показываю, там небольшой художественный центр, там художественные галереи, несколько галереи, как у нас, допустим, манеж, то есть где во время выставок каких-то, где различные представлены художественные галереи, различные произведения, их тоже можно там купить, и также образовательной деятельностью занимался художественным центром. На этом я завершаю свою лекцию. Она, конечно, очень краткая и в полной мере не показывает творчество ни Николая, ни святослава, но она показывает основные тенденции их творчества, насколько они соприкоснулись с американской культурой, с культурой индийской, и как смогли сохранить связи с родной землей и сохранить собственную мировоздувальность. Большое спасибо внимание на этом завершаем.